В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Строительные работы начнутся в мае. Депутаты обсудили благоустройство парка Зернова. Комната моей мечты, ученики и преподаватели Дыши и номер два выступили на международном детском конкурсе дизайна. Папа-мама-я, спортивная семья. Подведены итоги городских соревнований среди команд детских садов. Далее расскажем обо всем подробно. Строительные работы в парке Зернова должны начаться в конце мая. Об этом сообщил заместитель главы администрации Владимир Еминцев на совместном заседании думских комитетов. Грант, полученный в конкурсе «Малые города России», пойдет на реконструкцию парка. На каком этапе находится реализация проекта благоустройства, расскажем далее. Каким будет парк Зернова, до сих пор неизвестно, но то, что он изменится в ближайшее время, уже не оспаривается. В прошлом году проект благоустройства парка выиграл грант в 100 миллионов рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо было до конца января представить проектно-сметную документацию на строительные работы. Этого не произошло, и депутаты выразили озабоченность. Не потеряет ли город грантовые деньги? У нас есть опасность, что нам не дадутся грант в 100 миллионов? Как? Он уже у нас. То есть нет такого? Нет. Деньги уже пришли в уведомлении? Да, уведомление пришло, деньги у нас уже. Владимир Еминцев отметил, что за срыв сроков проектная организация попадет под штрафные санкции. Но на работах в парке это никак не скажется. По заверениям администрации, строители должны выйти на объект уже в конце мая. Финансирование будет доведено в ближайшее время. В этом году будет размещена корректировка по внесению изменений в план график. И, соответственно, мы планируем, что на следующей неделе мы должны разместить уже закупку на сайте. Какие конкретно работы будут проведены в парке и как изменится излюбленное место отдыха горожан, пока неизвестно. Прошедшие экспертизу проект благоустройства обещают выложить на сайте администрации в ближайшее время. Напомним, представленные на обсуждение горожан концепции нового парка вызвали массу замечаний. Проектировщик обещал учесть эти замечания. Ежегодно во второй гимназии проходит городская конференция Young Explorers. В ней принимают участие школьники, проявляющие интерес к изучению иностранных языков. В рамках конференции им предлагается подготовить доклад о жизни одной из англоязычных стран мира. В этом году организаторы решили расширить тему и дали возможность ученикам сравнить Россию с зарубежными странами через призму культуры. В этом году на конференции Young Explorers отправной точкой для всех докладов стала Россия. По мнению организаторов, современным детям важно уметь рассказывать не только об англоязычных странах на иностранном языке, но и о своей культуре, социальной сфере и жизни в своей стране на языке, понятном жителям других стран. Жюри сегодня будут оценивать их выступления по разным критериям, их презентацию, то есть умение донести до слушателей весь материал и продукт проекта они должны представить. Это будет как сама презентация, так и какой-то материал, который они подготовили. Например, это может быть и кроссворд, и, допустим, там какие-то плакаты. Всего попробовать свои силы в конференции решили около 15 учеников школ города. Темы школьники выбирали сами. Единственным условием при подготовке стала задача провести сравнительный анализ культурных и социальных явлений России и стран Запада. Таня Пешихонова выбрала для себя совсем не женскую тему сравнительный анализ вооруженных сил Российской Федерации и Великобритании. Я буду рассказывать, кто является верховным главнокомандующим, зачем нужны вооруженные силы, что это такое, для чего они нужны. Темы докладов были разными. День матери в России и США. Сравнительный анализ праздника Пасхи, иностранные заимствования в спортивных терминах. Мои любимые мультфильмы в этом докладе сравнивались «Ну погоди» и «Том и Джерри». Были и более глубокие и неоднозначные работы. Моя работа про оттенки цветов русской поэзии о природе и перевод их на английский. Я выбрала эту тему, потому что мне нравится стихотворение русской о природе. По словам участников конференции, победа – это то, к чему следует стремиться на подобных мероприятиях. Но важнее – это подготовка и выступление. Только так можно больше узнавать и набираться опыта. В преддверии весеннелетнего дачного сезона саровчане могут застраховаться от укусов клещей. Специальный полис «Антиклещ» позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь при укусе этого насекомого на всей территории Нижегородской области. В прошлом году случаи присасывания энцефалитных клещей были зафиксированы в 18 районах нашего региона. Договор страховой защиты вступает в силу через 7 календарных дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений до полного исчерпания страховой суммы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В КБ номер 50 предупредили о том, что теперь госпитализировать в региональные больницы пациентов будут только при наличии прививок от кори. Для вакцинации и последующего получения прививочного сертификата саровчанам необходимо обращаться в 460-й кабинет первой поликлиники. Он работает с 8 до 18 часов. Справки по телефону 9 55 49. Саров на несколько дней превратится в культурную столицу атомных городов. На этой неделе в нашем городе под эгидой госкорпорации «Росатом» пройдет семинар, участниками которого станут начальники управления культуры закрытых городов, а также приглашенные эксперты. Они обсудят механизмы получения государственной и спонсорской поддержки, а также последние тенденции развития культуры в затор. Саровский центр тестирования ГТО приглашает горожан испытать свои силы. 21 марта в здании спортивного комплекса «Юниор» пройдет массовая акция по выполнению нормативов подтягиваний на высокой перекладине. Начало в 14 часов. Приглашаются все желающие. Заявки на участие в выполнении нормативов принимаются в 201 кабинете «Бассейн и Дельфин». Справки по телефону 9-93-94. Для обновления экспозиции военно-историческое общество 1945 приобретет или примет в дар советские автомобили, мотоциклы, а также иные средства передвижения или детали к ним. Реконструкторы заинтересованы также в предметах быта 40-х и 60-х годов прошлого века в хорошем состоянии. Подробности далее. Музей военно-исторического общества 1945 или «Ретро-гараж» был создан более пяти лет назад. В экспозиции представлены автомобили и мотоциклы 20-го века – предметы обихода советских времен. Ежегодно музей посещают сотни горожан. Для них это уникальная возможность прикоснуться к истории родной страны, узнать, как жили их родители и деды. Современная молодежь сегодня просто оторвалась от того времени. И очень интересно, некоторым приходят, они видят печатные машинки, они видят фотоаппарат, они видят видеокамеры, они не понимают, как это так была такая видеокамера, положим. А я помню времена, когда эта видеокамера стоила больше, чем три трехкомнатных квартиры в Сарове. В этом году организаторы решили расширить экспозицию музея. В гараже прошел небольшой ремонт, сейчас идет оформление стендов. Однако экспонатов на выставку уже не хватает, и для ее пополнения нужна помощь горожан. Каких-то конкретных предпочтений нет. Главное, что эти предметы должны отражать дух Советского Союза. Те вещи, которые радовали нас или не хватало нам в детстве. Игрушки какие-то. И то, интересно, чтобы наши дети потом пришли, дети, уже внуки, да, пришли и посмотрели, чем играли их деды, прадеды. Ведь уже сегодня приходят дети, видя пейджер, хотя, казалось бы, он вот только-только был совершенно не дал. Они, видя здесь пейджер, они не понимают, что это такое. Большую потребность музей испытывает в автомобилях и мотоциклах. Они должны быть старше 30 лет. Вопрос, опять же, состояния этого автомобиля и надобность. Понимаете, есть автомобиль редкий, который там… А есть автомобиль, который на рынке вот там… Ну, столько много, что, собственно говоря, и не нужно. Информацию о том, как помочь с пополнением экспозиции, можно узнать по телефону 7-94-94. Ретро-гараж работает в парке АСС каждые выходные с 10 до 14 часов. Посещение бесплатное, прийти и познакомиться с историей нашей страны могут все желающие. Также музей работает по групповым заявкам. Саровчане приняли участие в международном детском конкурсе дизайна изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты». Ученики и преподаватели ДШИ номер два представили свои работы в номинации «Макеты комнаты» и получили премии конкурса в двух возрастных группах. Остальные участники из нашего города отмечены дипломами лауреатов. Юля Тюлюпа – самая юная ученица отделения дизайна детской школы искусств номер два. Ей всего семь лет. За полгода девочка создала собственный проект «Комната ожидания в аэропорту». С проектом Юля приняла участие в международном конкурсе «Комната моей мечты» в Санкт-Петербурге. В номинации «Комната с витражами» девочка получила третью премию в младшей возрастной группе. «Мне там очень понравилось, особенно участвовать в этом конкурсе. В следующем году я опять туда приеду на конкурс и займу первое место. Я в этом уверена». София Мишалкина на конкурсе в Санкт-Петербурге стала лауреатом третьей степени в номинации «Светильник». Девочка представила проект «Морское чудище». На работу у Сони ушло чуть более двух недель. Сначала было много-много эскизов, потом я решила выбрать ее, так как она больше мне подходит и достаточно легка в выполнении. Международный конкурс «Комната моей мечты» проходил в два этапа. Сначала юным дизайнерам предстояло пройти заочный этап, по итогам которого жюри отобрало лучшие проекты. Их авторов пригласили в Санкт-Петербург на финальный этап конкурса, в котором приняло участие более полутора тысяч человек со всего мира. Конкурс проходит 22 года. Его департамент образования Санкт-Петербурга устраивает. Мы очень много лет смотрели на этот конкурс и не сразу решились в нем поучаствовать, потому что он имеет статус международного конкурса. И в том году мы прошли, и в этом году мы тоже прошли и поехали уже вместе с учениками на него. В рамках международного конкурса ребята приняли участие в мастер-классах и в открытом чемпионате по созданию светильников 3D-ручкой «Чудо света». Где завоевали первую премию. А также побывали на выставках известных художников. Библиотека имени Маяковского приглашает горожан принять участие в конкурсе «Жемчужины Сарова». Всем желающим рассказать о достопримечательностях и памятниках природы родного города, об их уникальности и неповторимости, предлагают создать работы в четырех номинациях. Рисунок, поделка, литературное творчество, электронная презентация или видеоролик. В рамках конкурса «Жемчужины Сарова» сотрудники библиотеки предлагают горожанам оглянуться вокруг и по-новому увидеть достопримечательности и памятные места родного города. Рассказать нужно будет только об одном из них. Сделать это можно в одной из четырех номинаций. Рисунки принимаются форматом не более А3, а вот техника исполнения может быть любая. Это графика, акварель, масло. Затем это могут быть поделки, опять-таки квилинг, природные материалы, и на что у каждого горожанина хватит фантазии. Свои творческие способности можно проявить в литературной номинации и описать в стихах или прозе свое любимое место в Сарове. Фотопрезентации и видеоролики также принимаются на конкурс. Обязательные условия к каждой работе должно быть краткое описание. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Возраст участников не ограничен. В конкурсе могут принимать участие все желающие. Причем принимаются как семейные, так и просто индивидуальные коллективные работы. Сроки конкурса позволяют детально поработать над своим проектом, выбрать место, определиться в какой номинации его представить. Работа должна соответствовать критериям конкурса и отличаться оригинальностью замысла и эстетической выразительностью. Объектом конкурсной работы может стать не всем известная достопримечательность нашего города. А неприметное, но дорогое и памятное лично для вас место. Например, вот такая скамейка в сквере. Работа на конкурс принимается в отделе краеведения библиотеки имени Маяковского до 1 октября 2019 года. Затем на сайте библиотеки в течение двух недель жители города будут голосовать за понравившуюся работу. Награждение победителей в каждой номинации планируется провести в рамках акции «Ночь искусств». Интересующие вопросы можно задать по телефону 7-02-89. В спорткомплексе «Юниор» прошли финальное состязание городского конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». В эстафете приняли участие воспитанники детских садов и их родители. В роли капитана в команд выступили сами дети. Претенденты на звание победителей городских семейных соревнований прошли отборочные этапы в своих детских садах и боролись за победу в полуфинальных встречах. О том, кто стал победителем эстафеты, расскажем в следующем репортаже. Обязательная разминка перед началом соревнований и считанные минуты до самого волнительного момента. Главный судья дает свисток. А это значит, что заключительный этап городских соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» можно считать открытым. Команды, которым предстоит защищать честь своего детского сада, прошли непростой путь до финала. Сначала, конечно, в своих садах проводятся соревнования, выбирается лучшая семейная команда, и они выходят в полуфиналы, которые проводятся в городских школах наших, в спортивных залах. За прохождением этапов эстафеты пристально наблюдают судьи с секундомерами. После каждого конкурса командное время заносится в специальную таблицу. У организаторов нет права на ошибку. Судьбу призовых мест могут решить доли секунды. Поэтому к участию в эстафетах спортсмены относятся ответственно, начиная с этапа тренировок. Отрабатывали те моменты, которые у нас не получались. Потому что первый раз, когда мы пришли на отборочные соревнования, у нас было очень все нехорошо. И, соответственно, мы решили немножко подтянуть. Семья Санкиных из 19-го детского сада поставила перед собой цель – учесть все ошибки и добиться самых высоких результатов. С задачей супруги Андрей, Ирина и их сын Вадим справились на отлично. По итогам соревнований их команда заняла первое место. Это сплочение и, в первую очередь, пример детям, что они видят, что родители тоже любят спорт и сами с удовольствием занимаются в секциях. Этапы эстафеты были составлены так, чтобы их без труда могли выполнить юные спортсмены, которые на соревнованиях выступали в роли капитанов команд. Собрать на время пирамиду из кубиков. Помочь партнеру надеть шуточный костюм хоккеиста. Поймать сеткой мячи и забросить их точно в цель. Участникам, призерам и победителям городских соревнований вручили дипломы и сладкие призы. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.